Он может не покупать посуду, потому что в его силах сделать ее собственными руками. Михаил представитель нынередкого ремесла – гончарст. Вот уже 10 лет он заставляет глину принимать всевозможные формы, а самое главное, что необычный материал его слушается. Получаются пестрые рыбки, в каждой из которых видна индивидуальность, яркие гранаты, отличающиеся особой тонкостью, и даже барашки, шерстку которых можно не отличить от настоящей. Сколько конкретно работ он выполнил, герой даже считать не берется. Можно только сказать, что счет идет даже не на сотни. А ведь серьезно заняться этим делом Михаила сподвиг весьма курьезный случай. Впервые за кончарный круг мне пришлось сесть в психушке. Все пугаются. Только это обработал, а не лечился. Занимался арт-терапией. Изумительная практика. Творчество, оно полезно. Творчество человеку присуще. Покажите ребенка нормального, который бы не лепил, не рисовал, не танцевал, не пел. Ну, обязательно. А потом мы как-то про это забываем. А когда возвращаемся, возвращаемся и в детство, и в те хорошие творческие времена, и нам становится так радостно и хорошо. По словам Михаила, интерес к гончарному ремеслу в народе воспрял примерно 15 лет назад. В его случае, любовь к искусству – дело семейное. У меня папа был художник. Я художник. Дочерь художницы. Дизайнеры. Очень хорошее развитие получила гончарная мастерская в советском районе. Вот там есть учреждение культуры местное. Там работает мой племянник. Если племянник Михаила мог перенять навыки от близкого человека, то самому герою приходилось познавать сложное искусство в Москве. Происходило все в однокомнатной квартире на седьмом этаже обычного жилого дома. Гончарный круг и печь там располагались на балконе. Такие условия тогда казались прекрасными, ведь желание остать гончаром просыпалось и раньше. Вот только оставалось оно несбыточной мечтой. Когда-то я сделал себе сам гончарный крох, решил попробовать. Ну, у меня так получалось плоховато. Естественно, этому надо учиться. Я решил, что мне учиться не нужно. И первый горшок, разумеется, вышел комом. Вторая попытка стала чуть более удачной. Оказалось, что важно установить заготовку строго по центру гончарного круга и не забыть смочить руки водой. Без помощи мастера разобраться во всех тонкостях сложно. Приятно то, что Михаилу не жалко дарить свои знания. То же касается и его работ, которые среди друзей и родных пользуются большим спросом. С одной стороны, ей жалко, а с другой стороны, когда хорошему человеку, то и подарить приятно. Ибо не хлебом единым, а еще нужны общения. И приятные люди. В свое время наставник Михаила сказал ему, чтобы сделать деревянную крынку высотой 20 сантиметров, нужно тренироваться год. С помощью мастера у меня все же получился вот такой горшочек, но сам бы я этого сделать никогда не смог. А ведь работой на гончарном круге все не ограничивается. Для изделия нужно правильно выбрать материал. По словам Михаила, даже из очищенного чернозема можно что-то слепить. Но к выбору глины принято подходить более тщательно. Кроме того, для каждого изделия нужно подбирать технику обжига. Необычный результат, например, дает обжиг без кислорода, при котором частицы чугуна проявляются, придавая изделию черный цвет. Какие-то нюансы зависят от географического принципа. Как всегда, есть западная техника, есть восточная. Если у нас круг вращается против часовой стрелки, то у японцев по часовой стрелке. Как они работают, я не знаю. Тем не менее, знает герой много. Весной он начнет готовиться к коренской ярмарке, на которой и продемонстрирует весь спектр своих умений. Ярмарки и ремесла всегда были лучшими друзьями. Так исторически сложилось. Субтитры создавал DimaTorzok